Официальные партнеры программы «Новости дня» – компания «Оптик СССР», торговая группа «Абсолют», гипермаркет мебели «Крокус». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С последними событиями вас познакомлю я, Ася Касьянова и корреспонденты телекома. Сначала коротко о главных темах. Установлено состояние алкогольного пьянения у водителя автомобиля «Тойота» в «Инкруизе». Сбил насмерть нетрезвый водитель внедорожника врезался в остановку на Ключевской. Ко всем организациям, предприятиям и населению города Улан-Удэ о соблюдении, строгого соблюдения правил и техники безопасности при разведении открытого огня. В Улан-Удэ вспыхнул крупный лесной пожар. В опасной близости жилые дома СНТ «Зенит». Еще я взял грандомет, только я помощник грандомета. И начал обходить с фланга. Уничтожил танк противника. Военный из Бурятии получил миллион за отвагу. Страшное ДТП на Ключевской. Внедорожник на большой скорости врезался в остановку. На ней были люди. Один из пострадавших скончался. Кадры из места происшествия и подробности в нашем сюжете. Как рассказывают очевидцы ДТП, водитель на ленд-крузере не ехал, а летел по улице Ключевская. Приближаясь к кольцевому движению, сначала он задел два автомобиля – Nissan X-Trail и Honda. А после огромная машина въехала в автобусную остановку. Я думаю, он взорвался у нас дома лифт или что-то. А оказывается, здесь авария. В этот момент на остановке находились люди. Серьезно пострадали двое мужчин. Одному из них 22 года. Один молодой парень был, вон там где-то он лежал. Около машины. А этот вот здесь вот лежал пожилой. Вот что-то там же осталось. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Однако сегодня стало известно, что один из них скончался. Врачи пытались мужчину реанимировать, но все оказалось безуспешно. Его личность до сих пор устанавливается. На вид ему приблизительно около 40 лет. Виновник же ДТП, недолго думая, скрылся с места аварии. Но вскоре был задержан по горячим следам. Также он был освидетельствован. Результат освидетельствован положительно. Установлено состояние алкогольного опьянения у водителя автомобиля Toyota Land Cruiser. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование и выясняют все обстоятельства аварии. Также этим делом заинтересовалась и прокуратура республики. Она поставила на контроль процессуальную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Руслан Хороших, Екатерина Иллистратова, Евгений Павлов. Новости дня. Лесной пожар рядом с жилыми домами и эвакуация в горах. Происшествий в минувшие сутки было немало. Подробнее о них в нашей постоянной рубрике «Горячая линия». Накануне вечером подросток за рулем мопеда протаранил автомобиль. ДТП произошло на улице Баграда. Установлено, что мототранспортом управлял мальчик 15 лет. Был без мотошлема. Несовершеннолетний водитель был доставлен в медицинское учреждение. Точную причину дорожно-транспортного происшествия установит специальное расследование. А это улица Барсуева. Сразу три автомобиля пополнили статистику аварийного участка. Микроавтобус шел по маршруту, внутри были пассажиры. По правой стороне шел, женщина вылетела, меня в бочину и все. Пострадавших нет? Нет. Вы пересадите по маршруту? Да, я по маршруту шел, они вылетели, ушли, два человека было. В Иволгинске сегодня вспыхнул микроавтобус. По данным МЧС, пострадавших нет, причина возгорания пока неизвестна. В Улан-Удэ накануне зафиксирован крупный лесной пожар. В опасной близости жилые дома СНТ «Зенит». На месте работают огнеборцы. Тушить сложно, ведь склон крутой, плюс порывистый ветер. Комитет гражданской обороны и под чрезвычайным ситуациям администрации города Улан-Удэ со всеми силами и средствами, которые привлечены на тушение лесного пожара, призывает ко всем организациям, предприятиям и населению города Улан-Удэ о соблюдении, строгого соблюдения правил и техники безопасности при разведении открытого огня, при произведении работ, связанных с сварочными работами, открытым огнем. Три с половиной часа спасатели спускали с горы на носилках пострадавшую туристку. Во время восхождения в местности Шумак она упала и травмировала ногу. Туристы обратились к спасателям за помощью. Сегодня утром на место происшествия из Иркутска вылетел борт Ми-8 МЧС России со спасателями на борту. Уже на месте спасатели оказали доврачебную помощь пострадавшей и транспортировали до вертолета. Затем женщину передали врачам скорой медицинской помощи в Иркутске. Ася Касьянова, Екатерина Элистратова, Евгений Павлов. Новости дня. Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об уголовной ответственности за поджог леса и травы. Правительство должно предоставить доклад до 1 августа этого года. Президент поручил предусмотреть оказание единовременной материальной и финансовой помощи при частичной или полной утрате имущества первой необходимости, а также выплату единовременных пособий гражданам, здоровью которых причинен вред, и членам семей, погибших при пожарах. Глава государства также распорядился поддержать жителей регионов, пострадавших от огня в апреле и мае текущего года. Для этого правительство должно выделить разовую финансовую помощь областным бюджетам. В Улан-Удэ зажгли свечи в День памяти и скорби. В годовщину начала Великой Отечественной войны на мемориале Победы собрались горожане и власти. Подробности далее. С самого утра у Вечного огня, у памятника маршалу Константину Рокоссовскому и у танка почетный караул воинов. Из Бурятии на фронт ушло более 120 тысяч человек. Более третий из них не вернулись с войны. Их вспоминают на митинге, посвященном трагической дате. Сколько бы времени ни прошло, мы всегда с болью в сердце будем помнить эту трагическую дату. Война вошла в каждый дом, в каждую семью. Весь наш народ от мала до велика, как один, плечом к плечу встали на защиту Отечества. Сегодня мы скорбим. Скорбим о тех, кто не вернулся с полей сражения. Из фашистских концлагерей. Наш священный долг помнить всегда, какой невероятно высокой ценой нам дана возможность сегодня жить, работать, растить детей в сильной и свободной стране. Пока мы живы, пока существует человечество, память о подвиге наших ветеранах навсегда останется с нами. И мы обязаны передать эту память подрастающему поколению. После минуты молчания прозвучали оружейные залпы. После них жители Бурятии возложили цветы и лампадки с зажженными свечами к вечному огню. Нету семьи, которая не коснулась бы до страшной трагедии. Наша задача нашего поколения – помнить. И сегодня наши воины и 36-й общевойсковой армии, и 11-й стройной бригады ведут уже свою войну против фашизма. И наша задача, как наши прадеды победили, здесь победить. Почтили память героев и у мемориала, который посвящен умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны. На этом месте покоится прах четырех героев Советского Союза и бойцов, которые лечились в наших госпиталях и погибли от ран. Мы это делаем для того, чтобы помнить, потому что сегодняшняя история говорит о том, что страны быстро позабыли, и Европа быстро позабыла про коричневую чуму, позабыла про концлагеря, позабыла про погибших, про мертвых детей. Мы не допустим этого. Мы каждый год, каждый день будем помнить об этом. Напоминать молодому поколению, что историю надо чтить и делать выводы, извлекать из всего уроки, чтобы не произошло такого, как сейчас происходит на Украине. Российская Федерация проводит специальную военную операцию по деноцификации данной страны. Молодое поколение, кстати, все больше проявляет интерес к истории и воинскому делу. Это касается как мальчишек, так и девчонок. Мне нравится воинское дело, нравится что-то дело для своей родины. Мне кажется, это сейчас очень важно, судя по данной обстановке, которая происходит во всем мире. Просто воспевание патриотизма. В 1996 году, 22 июня, было объявлено Днем памяти и скорби. Ежегодно в этот день в России, а также ряде других стран, воевавших в Великой Отечественной, приспускаются флаги, проводятся памятные мероприятия, люди возлагают цветы к мемориалам. Акция «Свеча памяти» проводится с 2009 года. Юлия Пермякова, Мария Латышева, Жангал Церендашиев, Новости дня. Военный из Бурятии получил миллион за уничтоженный на спецоперации танк «Леопард». Боевые машины немецкого производства страны НАТО поставляют Украине в качестве помощи. Об Андрее Кравцове из Бурятии написали все крупные СМИ. Военнослужащий уничтожил немецкий танк «Леопард» в бою на специальной военной операции. За это наш земляк получил один миллион рублей. Он вспоминает, как во время боя его роту бомбила тяжелая артиллерия. Я взял гранатомет, так как я помощник гранатометчика, и начал обходить фланга, выявлять технику бронируемую, которая работала по нам. Я тоже выстрелил, там пошел дым. Ну и я узнал уже, находясь в госпитале, что оказывается это был немецкий «Леопард». Андрей говорит, что шел не за наградами, а патриот и любит свою страну. Денежный сертификат бойцу вручил сенатор от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. Он встретился с участником СВО в медицинском центре имени Вишневского. Премию учредил Союз предпринимателей «Забота Сибири». Они со своих барышей учредили вот эти замечательные доплаты к тем, кто наносит ощутимый урон противнику. Плюсом к тому, что делает государство, именно плюсом к тому, ни в коей мере не взамен. И у нас две договоренности. Значит, мы в координации с Министерством обороны делаем это по согласованным, соответственно, представлениям. Сейчас работа ведется как раз над тем, чтобы все было более системное, критерии были более понятны, чтобы не вызывать никаких... И второе, что никто из участников этой инициативы не разглашается в его персональном участии. В бою Андрей лишился руки. Сейчас ему установили протез. После восстановления боец готов вернуться на спецоперацию. В Уряте ввели удостоверение члена семьи участника специальной военной операции. Родители, супруга, дети до 18 лет, а также студенты до 23 лет, проживающие на территории республики, смогут получить меры социальной поддержки, имея этот документ. Для того, чтобы оформить его, необходимо обратиться в Центр социальной помощи населения по месту жительства. В Улан-Удэ в рамках года педагога и наставника состоялось награждение лучших работников. Десятки учителей и сотрудников сферы дошкольного и дополнительного образования получили заслуженные звания. В зале собралась элита образования Улан-Удэ. Кто-то из них у доски стоит уже не один десяток лет, а кто-то и воспитал не одно поколение детишек. Вы отдаёте себя работе так, что не требуете, наверное, благодарности взамен. Не считаетесь со своим личным временем. И являетесь одновременно примером для наших детей, примером трудолюбия, примером любви к своему делу. И мы гордимся вами. Очень приятно, что в год педагога и наставника мы чествуем вас, отмечаем ваши заслуги, ваши трудовые достижения. А трудовые достижения у педагогов неисоизмеримы. К примеру, Алексей Александрович Чижиков в профессии уже 42-й год. Мужчина преподает физику в школе номер 32. За свой труд был удостоен нагрудным знаком почётный работник воспитания и просвещения России. Большое спасибо моим ученикам, моим любимым ученикам. Кого-то, конечно, и ругаю, бывает всё, но в основном, конечно, стараюсь, чтобы достигли своей цели они дети, чтобы выучили их хорошо, стали хорошими людьми, самое главное, а потом уже, конечно, физиками. Но в этот день отмечали не только учителей. Большую работу в формировании детей как личности проделывают и педагоги дополнительного образования. Благодаря вашему мастерству профессионализма, щедрости души, готовности передавать ваши знания под восточим поколениям, и создаются условия для самоизоляции наших детей. Высокой наградой, почётной грамотой Министерства образования и науки Бурятии был отмечен и наш коллега, звукооператор Центра дополнительного образования Малая Академия Наук Максим Махалов. Мы монтируем с коллегами передачу «Школьное телевидение», снимаем, делаем звук, видео, картинку, графику. Каждую неделю наша передача выходит на телеканале ТВКом. Радует то, что наши дети, которые у нас обучаются на «Школьном телевидении», они уже почти готовые корреспонденты, то есть они уже могут идти работать на телеканал. Ну, немножко, правда, подучиться надо. Всего в этот день награды разных уровней получили 56 учителей, педагогов дошкольного и дополнительного образований. Руслан Хороших, Сергей Медведев, Новости дня. Глава Бурятии предложил Владимиру Путину ряд проектов по развитию речного судоходства. Алексей Циденов встретился с президентом на совещании в Москве. Что ответил глава государства, расскажем далее. Совещание по развитию речного судоходства прошло на Северном речном вокзале. Президент отметил, что эта сфера играет огромную роль в пассажирских и грузовых перевозках, в гидроэнергетике, в сельском хозяйстве, в обеспечении работы жилищно-коммунального комплекса. Глава Бурятии предложил Владимиру Путину ряд проектов. В частности, разработать программу по развитию водного транспорта на Байкале. Новые пассажирские катамараны 150-местные уже в этом году спускаются на воду. И с учетом кратного роста турпотока и в целом круизного движения на Байкале предлагается совместно с правительством такую программу тоже подготовить по Байкалу и представить вам, Владимир Владимирович, на рассмотрение. Также, может быть, в рамках восточно-экономического форума, ну, как скажете, дополнительно хотели бы вынести вопрос по развитию внутреннего водного транспорта на реках Сибири и Дальнего Востока, в том числе совмещения маршрутов речных с выходом на Северный морской путь. Также Алексей Цыденов предложил укрепить учебную базу для подготовки специалистов по судовождению и включить соответствующие участки рек новых регионов во внутренние водные пути России. Среди инициатив главы Бурятии – поддержка судостроительных и судоходных компаний. Необходимо продлить на федеральном уровне действующие для этих компаний льготы по налогам и страховым взносам и региональным властям своевременно принять решение после 2025 года по освобождению капитальных вложений в объекты судоходных и гидротехнических сооружений. Ну вот я так понял, что Алексей Самбуевич как раз говорил об этом, да? Точно. Никто из коллег в целом не возражает. Весь список инициатив главы Бурятии Владимир Путин поддержал. Сделав упор на развитие судоходства, нужно не забывать об экологии, отметили участники совещания. Нужно максимально переходить на эко-суда и организовывать для них станции по зарядке. В Улан-Удэ состоялось очередное заседание Совета Народного Хурала. Депутаты обсудили меры социальной поддержки льготной категории жителей Бурятии. Сколько денег выделяют на эти цели и на что они пойдут, расскажет Руслан Хороших. На сегодняшний день социальные выплаты получают 370 тысяч человек, а это каждый третий житель республики. Объем финансирования в этом направлении увеличился с 2,5 миллиардов рублей в 2017 году до 18,5 миллиардов в 2022. Расходы возросли в связи с введением новых мер соцподдержки, индексации пособий, единовременных ежемесячных денежных выплат, финансирование социальных выплат осуществляется в полном объеме и восстановленные законом сроки. Предоставление мер социальной поддержки регулирует 15 республиканских законов. Задача депутатов Народного Хурала контролировать их соблюдение, а также следить за своевременной индексацией. Если вы помните, у нас достаточно долго, порядка 8-9 лет индексации не было, эти суммы стояли на месте. С приходом главы Алексея Самбуича данный вопрос был пересмотрен и практически каждый год это происходит. Мы на это обращаем очень большое внимание, потому что люди ждут, чтобы пособия увеличивались. Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов подчеркнул, что социально направленный республиканский бюджет вносит стабильность в общество и укрепляет государство. Несмотря даже на наше непростое сейчас время, у нас эта работа по социальной поддержке граждан, она не ослабляется и она идет в планном порядке, как и было ранее запланировано. Я хочу поблагодарить министерство, в целом правительство за такую планомерную, хорошую работу. В текущем году продолжается работа по упрощению получения социальной помощи. Так, например, некоторые выплаты можно получить по одному заявлению через портал госуслуги. Это исключает сбор полного пакета документов. Руслан Хороших, Сергей Медведев, Новости дня. Помощь с оборотными средствами и приобретением оборудования. О мерах государственной поддержки рассказали на выездной стажировке Минпромторга России по программе «Федеральная практика». Подробности далее. В рамках стажировки участники смогут ознакомиться со всеми действующими мерами государственной поддержки, которые реализуются Минпромторгом России, Фондом развития промышленности, Российским экспортным центром и другими институтами развития. Все полезные контакты в одном месте. Опыт для региона колоссальный. В 2022 году республика получила в рамках единой региональной субсидии поддержку из федерального бюджета в размере 50 миллионов рублей. То в 2023-м эта сумма возросла в два раза и она составила 100 миллионов рублей. Это говорит о том, что сегодня правительство активно взаимодействует с субъектами промышленного производства. Мы видим отклик от промышленных предприятий региона. Формат мероприятия – детальное рассмотрение приоритетных отраслевых направлений через тематические сессии. О доступных инструментах поддержки развития промышленности рассказывают руководители структурных подразделений Минпромторга и представители государственных корпораций. Проблема фактически, наверное, у всех предприятий одна. То есть это помощь в финансировании тех или иных проектов, финансирование либо приобретение какого-то обновления оборудования, либо необходимость финансирования именно оборотных ресурсов для того, чтобы предприятия могли в нормальном режиме, несмотря на все риски, которые у нас сегодня существуют, осуществлять свою деятельность с максимальной эффективностью, которую они могут себе позволить. Промышленный комплекс республики продолжает развиваться даже в сегодняшних экономических условиях. Поэтому так важно детально обсудить важнейшие направления развития промышленного потенциала всего дальневосточного федерального округа. Мария Латышева, Жаргал Целиндашиев, Новости дня. Бурятии в субботу почти на весь день перекроют автотрассу. Это связано с проведением байкальского веломарафона. Спортсмены проявят свои способности на различных дистанциях. Трасса растянулась вдоль восточного побережья Байкала. Поэтому движение будет закрыто на участке дороги Улан-Удэ-Турунтаева-Курумкан-Новый-Уаян. Проехать транспорт не сможет с 7.45 и до 20.00. Сейчас небольшой перерыв. И вот о чем еще после рекламы. Это и актерские мастер-классы, и режиссерские мастер-классы, и вокальные мастер-классы. Три спектакля и мастер-классы. В Улан-Удэ приедет Александринский театр. И очень тема интересная была наша, это крепкая семья. И очень много внимания мы уделили организации семейного досуга. О проблемах семьи, экологии и исторической памяти. В Улан-Удэ прошел форум «Время действовать». Оптика ССЭК Вас ослепляют блики и свет фар. Специальные очки для вождения обеспечивают комфорт и четкость изображения. Это ваше здоровье и безопасность. Сохраните здоровье глаз. Ваша оптика ССЭК Сочные фрукты в Абсолюте. Слива красная всего за 97 рублей. Абсолют. Гарант низких цен. Покупай в Абсолюте выгодно. Масло «Золотая семечка» всего за 99,90. Абсолют. Гарант низких цен. Гипермаркет «Мебели Крокус» дарит пенсионерам 20 тысяч рублей на приобретение мебели. Предъявите пенсионное удостоверение и получите карту. С заботой о вас «Крокус». Ботаническая 35В. Телефон 48-0101. Сыр российский от Федорыча. Натуральный продукт сделан с любовью. Ровный, как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров Вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Как создать в вашем доме еще один уютный уголок? Точно знает завод пластиковых окон компания «Ялан Групп». Масса комфортных вариантов остекления ваших балконов. Теплое остекление, холодное остекление из алюминия. И наиболее популярное сейчас герметичное остекление. С такой установкой вашему балкону не страшна любая непогода. Сейчас по цене обычного остекления. «Ялан Групп». Быстрый замер по телефону 37 17 71. Вы смотрите «Новости дня». Это прямой эфир. Продолжим. В Улан-Удэ прошел форум «Время действовать. Создай свое будущее сегодня». Его организовала Общественная палата Бурятии. Участники мероприятия говорили об экологии, исторической памяти, значении семьи и не только. На форуме собрались вовлеченные, компетентные люди. Именно они предложили современные решения многих проблем. К примеру, экологических. 850 тонн макулатуры в год не попадает на полигон. То есть мы даем макулатуре вторую жизнь. Мы здесь присутствуем, в том числе, чтобы донести население, что главная проблема – это мусор из головы. Если мы будем следить за экологией, то мир станет чище. Среди пяти актуальных тем, которые требуют внимания общества – историческая память, наставничество и профориентация школьников, и крепкая и здоровая семья, как ориентир и приоритет развития государства. И очень тема интересная была наша – это крепкая семья. И очень много внимания мы уделили организации семейного досуга, которой сейчас, наверное, все понимают, очень не хватает. И нам, как родителям, и нашим детям. Спикер Хурала Владимир Павлов отметил, что граждане республики активно работают и развивают социально-экономическое положение региона и вносят значимый вклад в развитие родной Бурятии. У нас, конечно, непростое сложное время для нашей страны. И сейчас, как никогда, очень важна концентрация усилий органов, государственной власти органов вместо самоуправления, также гражданского общества в достижении поставленных целей. Форум «Время действовать» прошел в Бурятии в шестой раз. Все участники вступили в открытый и откровенный диалог, где вскрыли проблемы и предложили современные решения, которые, в свою очередь, обязательно поддержит государство. Мария Латышева, Жигал Целиндашиев, Новости дня. На развитие сельских территорий Бурятии выделят более 2 миллиардов рублей на два года. Распоряжение подписал Михаил Мишустин. Финансирование получат 4 социальных объекта. Сельский дом культуры в Илусе-Тахой. Его введут в эксплуатацию уже в этом году. Плавательный бассейн в Гусенозерске. Его запустят в 24-м. Детские сады в селе Петропавловка и Цыгатуй. Помимо этого, в республике в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрено строительство нескольких школ и дошкольных образовательных учреждений в Яравнинском, Закаменском, Мухаршибирском и Джидинском районах. В Закаменском районе переселили всех жителей аварийных домов. Кто-то получил новую квартиру, кто-то – компенсацию. Довольны ли люди новыми квадратными метрами, решил проверить зампред правительства Бурятии. С 2019 года в Закаменском районе идет переселение людей из аварийного жилья. За это время из старых бараков переехало уже более 650 человек. Право получить выкупную стоимость за старое жилье реализовали 145 собственников. Решили приобрести вторичку 75 семей. Больше всего рады те, кто перебрался в новостройки. Построили для души, конечно. Они от души, для нашей души, как можно так сказать. Кухня у меня какая для хозяйки. Самое прямо то, что там у меня меньше, намного было, наполовину даже, можно сказать. Ну и зал, спальни, все отдельно, двери закрываются, отдыхает человек, не слышит. Прекрасно. Прекрасно. Мне и моей семье вообще нравится, и детям тоже. Но не все так хорошо. Во время рабочей поездки в район зампредправительства Бурятии Евгений Луковников встретился с новоселами. И узнал у них, как они перезимовали в своих новых квартирах. Есть замечания. Вводилось два дома. Первый дом на 12 квартир. Второй дом на 16 квартир. В этом доме, где 16 квартир, есть достаточно большие квартиры, по 80 квадратов. Трехкомнатные. То, что поговорили с жителями, ну, естественно, всегда будут какие-то недостатки. Я думаю, что сегодня, то, что мы побывали, сейчас оперативно со строителями переговорим, чтобы они прошлись еще раз по жилым помещениям. И те недостатки, которые есть, оперативно их устранили. До конца 2023 года в Бурятии планируется переселить из аварийного жилья 3000 человек. Совсем скоро новые квартиры получат в Улан-Удэ, Севербайкальске, а также в Прибайкальском, Селингинском, Кабанском и Кижингинском районах республики. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Степан Столбовский, Валерия Смольникова. Новости дня. Сельхозакадемия получит 50 миллионов рублей. Деньги выделены правительством России. Средства будут направлены на модернизацию лабораторного комплекса, обновление технического оснащения аудиторий и обустройство пространств для самостоятельной работы студентов, а также создание лаборатории лекарственных трав. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что субсидии помогут улучшить качество подготовки учащихся, чтобы агропромышленный комплекс на Дальнем Востоке получал молодых специалистов, хорошо знающих местную специфику. В Улан-Удэ горностаевая моль атакует зеленые насаждения. Сотрудники городского лесничества уже провели обработку деревьев на общественных территориях, но справиться с вредителем можно только массовыми уничтожениями. Мы проводим свою обработку на территории города, на территории именно общественного пользования. И вот тут хотелось бы отметить для наших горожан, что всем нашим вредителям им все равно на территории общественного пользования не находятся, либо на вашем частном участке. То, что мы обрабатываем на общественной территории, этого мало. Мы призываем жителей тоже выйти на своих предусадебных участках, провести обработку. Затем провести обработку учреждения всех форм собственности, различные предприятия. При обнаружении вредителя нужно вручную собрать и уничтожить очаги поражения. Если паразитам повреждены ветви, то их необходимо спилить и уничтожить, и провести двукратную обработку растения. Клещи продолжают нападать на жителей Бурятии. От насекомых уже пострадали более 1600 человек, в том числе 474 ребенка. Нападения зафиксированы в Улан-Удэ и во всех районах республики. Напоминаем, что основной мерой профилактики являются прививки, которые можно получить в медицинских организациях города и районных поликлиниках. В республике только в этом году привито более 94 тысяч человек, в том числе 46 тысяч детей. Обращаем внимание, что после прохождения вакцинации в течение двух недель рекомендуем воздержаться от посещения лесных массивов, выездов на природу. Это необходимо, чтобы у привитого человека выработался достаточный уровень антител для противостояния вирусу клещевого вирусного энцефалита. Если нападения насекомого избежать не удалось, то жителям районов нужно обратиться в пункт скорой помощи или в центральную поликлинику. А Улан-Удэнцам в приемное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы по адресу улица Пирогова, 9А. И о культурной жизни столицы. В русском драматическом прошла премьера спектакля, основанного на славянской мифологии. Там есть Баба-Яга и Леший, но это история для взрослых. Наша съемочная группа оценила постановку. Ты веришь, отец, но теперь-то я точно с нас рядом сражусь и правду на Руси-матушке найду. Так ты правду искать хочешь? Так зачем искать? Вот они. Явитесь нам! И правда, и крипта! В русском драматическом премьера спектакля «Жить или не жить». Эта постановка основана на славянской мифологии. Про лесную нечисть и добрых хранителей, про испытания силы духа. История, полная жутких моментов, которые, затаив дыхание, слушали во тьме избы наши предки. Ладушки слышали в спектакле. Да, что теперь даже кто знает, что ладушки – это песня поминальная. Ну, то есть, на самом деле, раньше играли в ладушки на поминках. Ладушки, ладушки, где были у бабушки, что ели кашку – это кутья, что пили брашку. То есть, это такая ритуальная штука. Они общались с духами, что бабушка рядом, чтобы дети не боялись этих духов. Когда дети же маленькие бывают, что видят этих духов. И чтобы вот не боялись, играли в такую игру. А сейчас это так, ну, дошло же до нас. И вот подобные вещи хочется про это рассказать, про это рассказать. А как это расскажешь в повествовании, в программке писать? И вот какие-то вещи, не знаю, многие, наверное, не все поняли сегодня. Но я думаю, в этом и есть прекрасно. Много декораций, необычные костюмы и, конечно, игра актеров. Задумка художественному руководителю понравилась сразу. То христианская Русь, вот наши корни, истоки, откуда появились там Баба-Яга, Леший, Домовой. Ну, все-все вот то, что бывает сегодня в нашей мифологии существует. И мы даже до сегодняшнего дня в это верим. Мне стало интересно, когда еще она показала эскизы костюмов, я тоже воодушевился и подумал, что это очень круто. И это может быть в тему в сегодняшний день. Примера спектакля «Жить или не жить» прошла накануне. Но увидеть ее можно будет еще раз 25 июня, перед закрытием 94-го театрального сезона. Юлия Пермякова, Матогармын, Новости дня. В Бурятию впервые приедет Александринский театр. Большие гастроли в Улан-Удэ пройдут с 27 по 30 июня. О том, какие спектакли покажут и где, расскажем в следующем материале. Александринский театр в Бурятию приезжает впервые. За то небольшое время, которое артисты будут находиться в Улан-Удэ, они покажут три спектакля. На сцене Русдрамы зрители смогут увидеть «Женитьбу», а в бурдраме пройдет «Демагог» и «Охота жить». Хочу рассказать вам про спектакль «Женитьба» по Гоголе. Я сам спектакль видел, я просто немножко, ну, впервые такое зрелище увидел. Там сцена представляет ледовый каток, и все актеры играют на коньках. Ну, это надо увидеть, потому что так немножко представить невозможно, да. Конечно, и очень смешно. Такая комедия на грани абсурда. Но одними спектаклями театр не ограничится. Также будут проведены мастер-классы для желающих. Это и актерские мастер-классы, и режиссерские мастер-классы, и вокальные мастер-классы. И лично Валерий Фокин будет проводить один из мастер-классов. В Бурятию приедет вся труппа театра, а это ни много ни мало, более ста человек. Билеты уже в продаже. Их стоимость начинается с 500 рублей. Руслан Хороших, Сергей Медведев, Новости дня. Музей природы Бурятии отметил свой юбилей 40 лет со дня основания. Учреждение было первым на Дальнем Востоке и в Сибири. Что сегодня можно увидеть на выставках, расскажем далее. Разглядывать интересные экспозиции под звуки птиц и шум воды. В Музее природы Бурятии всегда стараются придумать что-то новое. В этом году ему исполняется 40 лет. Экспозиция существует, хотя она небольшая, но она очень интерактивная. Она очень любима детьми. А самое главное, наши сотрудники, они очень много программ разработали для детей и молодежи. То есть они каждый раз, делая небольшие выставки, привлекают детей на разные проекты. Если музей любим детьми, значит он будет всегда. Он всегда будет посещаем, всегда будет у него свой зритель. Сначала маленький, потом этот зритель вырастает, ведет уже своих детей. Еще вырастает, ведет своих внуков. Ну вот так вот и продолжается жизнь нашего музея. Новая выставка, посвященная юбилею музея, называется «40 лет вместе с вами». Здесь представлены самые редкие экспонаты, которые нечасто можно увидеть. В фонде музея около 19 тысяч предметов. Несмотря на переезд, все удалось бережно сохранить. Пережив вот эти перипетии переезда, музей все равно адаптировался в новых условиях, даже в небольших залах, сумел сохранить те фонды и представить уже в новом формате, в интерактивном, современном формате. Все очень интересно, понравилась очень Нерпа, поскольку она является представителем нашей фауны Республики Бурятия. Это состояние нашего Байкала. На этой выставке можно увидеть самые древние экспонаты, с которых 40 лет назад и начинался музей. Так что обязательно посетите эти залы, если вы еще там не были. Юлия Пермякова, Бату Гармын. Новости дня. Оставайтесь на ТВКОМе. Далее в эфире программа «Удрэхонин». Новости на бурятском языке и интервью с гостем в студии. На этот раз разговор будет с сотрудницей библиотеки имени Исаия Калашникова с Илмой Бадмаевой. Она расскажет о проектах учреждения в области сохранения бурятского языка. Выпуск выйдет в 20.10. На этом у меня все. Еще раз коротко о главном. Сбил насмерть. Нетрезвый водитель внедорожника врезался в остановку на Ключевской. В Улан-Удэ вспыхнул крупный лесной пожар. В опасной близости жилые дома СНТ «Зенит». Уничтожил танк противника. Военный из Бурятии получил миллион за отвагу. Наш выпуск завершен. Мы всегда готовы рассказать вам о самом интересном. С вами была Ася Касьянова. Берегите себя и до встречи в эфире. Каждая 5 секунд слепнет один взрослый человек. Каждую минуту один ребенок. 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить. А вы проверили зрение? Проверьте зрение сейчас. Ваша оптика СССР. Абсолют. Гарант низких цен. Осторожно! Наши цены падают! Они все ниже и ниже. В гипермаркете мебели «Крокус». Огромная ликвидация мебели. Скидки на все. Успевайте, пока не разобрали. «Крокус». Телефон 48 0101. Скидки на все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»